Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет необычный обзор, а конкретно обзор закусок пива, конкретно сухариков. Эти сухарики из пятерочки. Собственно, в наших пятерочках продаются только два типа сухариков. Это хрустим и это три семерки. Других нет. Три семерки есть в другом исполнении, там в хорошей такой упаковочке. Я их иногда беру, поэтому немножко их знаю. Эти я не помню, когда брал. Это сухарики такие из белого хлеба, из багета. Я их как-то брал, но в моем мозгу они не отложились как хороший положительный продукт. В общем, ну и конечно же, нам же надо сухарики-то тестировать не просто так, а что-то немножко будет ими закусывать мы будем. Конкретно будем закусывать ими вот такое вот пиво замечательное. Это козел, зеленый, охмеленный козел. То есть это козел, который свалит, потом уже по-холодному был дополнительно обогащен хмелем. Производитель Москва-Эфес. Алкоголя тут что-то было не особо много. 4,7. Плотность 11,3. Так, ну что, давайте, ребята, открывать наши сухарики, смотреть, что они из себя представляют. Я вообще думаю, больше сейчас начать уделять внимание закускам пива. Много же всяких снеков, рыбок, всяких там и обычных рыбок, и рыбок в упаковках, которые, мне кажется, продаются в тех же магнитах, пятерочках, лентах, линиях, ну и во всех прочих магазинах. Так, кстати, еще что хотел сказать. Хотел найти два одинакового вкуса, но конкретно у этих что-то вообще не срастается. У этих одни вкусы, у этих все другие. Даже сравнить так вот напрямую не получится. Ну какой-то такой, первый будет косвенный немножко обзорчик. В общем, ребята, давайте открывать наши замечательные сухарики. Три семерочки. Открывается легко, с любого места. Здесь у нас 50 грамм упаковки. Высыпаем в тарелочку. Я потом покажу, сколько там содержания. Специально сверху возьму, потом отсниму. Но, кстати, наверное, не получится, потому что тут, мне кажется, в тарелочку не влезет. Немножко тарелочки не по формату. Ну, ладно. Мне суть важна. Здесь у нас 50 грамм. Это холодец с хреном. Консистенцию чуть попозже покажу. А тут у нас сухарики и острый сыр гренки с багета. Что граммовка здесь 105 грамм. Но всего в два раза. А по ценнику вот эти 15 рублей стоят. А вот эти стоят 56. И тут у меня такой вот парадокс. Я смотрел специально перед роликом. Тут нет нигде надрывной верхней оболочки. То есть я не могу вот надорвать. Нет нигде надрыва. И тут нет боковых. Не знаю, может я что-то не так делаю? Вы мне напишите там в комментах. Если знаете, как открывать вот такие сухарики хрустил. Поэтому я заготовил ножницы. Ими сейчас я немножко отрежу. Но вообще сухарики пока вот эти у меня не очень хорошие уже изначально. Производят впечатление. Потому что они как бы и стоят дороже. И открываются как-то не очень. И вообще как-то все как-то не очень. Изначально как бы они заложили о себе плохое мнение. Посмотрим, что там будет у нас по факту. Так, ну дырочку я видимо... Эх-эх. Дырла маленькую. Вот так. Надорвем. Теперь уже можно. Подцепим. Не, это кстати темный багет походу. Не светлый. Ну в общем для общего представления есть. Сейчас сделаем монтажную паузу. Покажем вам эти сухарики. И сверху немножко о них расскажу. В общем вот это ребята сухарики 3 семерочки. Так вот они выглядят примерно. Это вся пачка. То есть как бы вроде нормально. Но и маловато. Ну 15 рублей цена. Смотрите сами брать не брать. Я вот предпочту взять знаете у них есть большая такая пачка в пластиковой таре. То есть там сразу и... Больше их и тарелочка есть. То есть как бы на мой взгляд лучше тот вариант. Вот. Хрустим. Ну такое знаете оно более такое сладкое. Но на любителя тоже конечно найдет своего любителя. На мой взгляд проигрывает. Проигрывает оно. Лучше я вот за полтос возьму полную пачку с тарелкой вот таких. Вот этих возьму. Эти не буду. В общем такие дела ребята. Ну что ребята. Теперь давайте пару слов об этом пиве. Козел зеленый. Производитель Москва и ФС. Да я уже говорил в следующей ролике. Что-то решил повторить еще раз. Алкоголь 4,7. Давайте открывать и наливать. У нас естественно на канале дилетант об алкоголе не может быть ролика без алкоголя. У нас все ролики будут содержать распитие алкогольного напитка. 18+, если у него нет 18, покиньте немедленно канал ребята. Ну что давайте открывать. Не будем это дело затягивать. Хочется уже попробовать этого зеленого замечательного козла. Так. Ух. Сразу такой прям замечательный хмельной запах. Прям просто идет. Просто восхитительный ребята. Запах шикарный. Вот мне запах здесь очень нравится. Запах на 5 баллов. Наливаем. Пока наливаю. Не забудьте ребят подписаться на канал. Поставить лайк видео. Поможет развитию канала. Я буду смотреть что вы мне ставите лайк. Подписывайтесь на канал. Мне будет приятнее. Я буду быстрее выпускать следующие ролики. Пишите обязательно комментарии. Что бы вы хотели видеть. Что вам нравится. Что не нравится. Вот это мне очень важен фидбэк. Ну что ребята. Давайте пробовать нашего замечательного зеленого козла. Запах восхитительный. Просто хмель свежий. Классный. Вот такенный. Лайк за него не забудь поставить. Ну что. Давайте пробовать. Тонкий легкий вкус. Кстати хмеля во вкусе. Вот прям вот. Хмель приходит на послевкусие. Хмеля во вкусе нету. Есть какие-то сладкие нотки. Очень интересное пиво. Но ребята. Не забываем. Мы еще и сухарики сегодня свои тестируем. Давайте пока пиво наше отставим в стороночку. Кстати пиво это стоит. Что-то около 50 рублей. Вот у брата спрашиваю. Кто не знает. Потому что в этом ролике как бы. Я один пишу. Мне сегодня в многих роликах помогает. Потому что у меня много сравнений еще такого. Вот. Все эти ролики естественно будут на канале. Сможете посмотреть. В дальнейшем. Ну что ребята. Давайте. Сухарики хрустим. Вот такие вот они у нас значит по структуре. Достаточно большие. Полые сухарики. Особо вот я не вижу на них большого количества нанесенных специй. Темный хлеб. Я почему-то думаю что это будет белый. Белый багет. Но это тоже багетное. Вот что-то такое. Состояние. Но я думаю будет светлый. Давайте попробуем. Это багет ребята. Я не знаю. Я не понимаю вообще прикола. Мне не нравятся вот эти пустые сухари. Реально вот у которых. Я не знаю. В них воздух или что в них надувают. Ты их живешь. И вот такие маленькую такую штучку у тебя во рту сворачиваются. То есть. Что это? Это что-то типа попкорна мне кажется эффекта. Мне такая штука. Кажется. На мой вкус она не заходит. Но я точно знаю людей которым это точно да. Я знаю девушка кстати любят. Особенно вот белые вот эти хлебушки. Которые точно так взлетают. Офигенские. Им нравится. Мне допустим не особо эта тема заходит. Ну давайте попробуем вот эти. Здесь у нас мы видим обычные вот реально классические сухари. Плохо порубленные. То есть абсолютно разного размера. Есть такие. Есть такие. То есть сразу видно. Здесь подход совершенно другой к продукту. Как бы. Тут разработчик особо не парится о том. Как сделать продукт красивым. В отличие от этого. Ну вот. Давайте пробовать этим. Но тут сразу видно. Что больше присутствует специй. Более ржаной мужской вкус сухариков. Как закусочка к пиву. На мой взгляд. Для нас пацанов. Вот эта тема будет лучше. Это больше такая девчачья тема. Ну что. Давайте вернемся к нашему пивасику. Посмотрим что с ним. А пиво после сухариков залетает. Просто потрясающе. Оно и до того было вкусным. А под сухари. Под закусочку ребята. Ну вы сами все понимаете. Отличное пиво. За эти деньги я его буду всегда покупать. Я ему ставлю свой лайк. Более конкретные оценочки ребята. У меня есть приложение в Антабе. Я там ставлю сейчас все пиво. Которое тестирую. И на канал. И просто так. Если что-то пью. Хотя это редко сейчас бывает. Сейчас в основном все что тестирую. Новое это обязательно на канал. Вот. Такие дела ребята. В общем. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Писать комментарии. О том что вам нравится. Что не нравится в целом. И в этом ролике. И в частности. Все. Ребята. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok